Лёш, обидное поражение, конечно. Как смотрелась игра скамейки запасных в первом тайме? Надо подумать. Словакия плотно играли в обороне, конечно, но всё-таки вроде пытались, но как-то казалось, как будто не рисковали и больше играли надёжно. Не хотели ошибиться, просто их какие-то делать потери. Поэтому была такая игра очень сдержанная. Ну и обидно, что делали акцент на стандарты, именно на оборону, на атаку, конечно, и пропустили. Поэтому показалось, что в втором тайме побольше стало моментов в сборной России и гол забили, сравняли счёт. Мелькнул мыс в этот момент, что можно не только отыграться, но и выйти вперёд. Конечно, забили в начале тайма. Сразу же, я думаю, после голов всегда приходит энергия, силы. И поэтому и продолжали давить, атаковать. Были моменты, но и вот такое бывает, что вроде нас была там в обороне почти вся команда, и вот пролетел там между ног, такой гол пропустили. Как-то вот всё пошло не по нашему плану. Следующий матч будет в сентябре. Это будет матч против Хорватии. Можно сказать, что будет решающий, скорее всего. Да вы знаете, тут как бы каждый матч всё-таки такой серьёзный этап. В сборных всегда такие серьёзные матчи. Всегда за что-то боремся, за что-то играем. Поэтому все важные матчи. И до сентября, конечно, поживём, увидим. Но будем... Это престижный такой, конечно, турнир. И будем делать всё, чтобы, конечно же, забирать очки и радовать болельщиков игрой, победами. Поэтому хочется-хочется дарить людям улыбки, радость. Будем стараться. ВОНУ Code СМЕ 가능 Целимость Редактор субтитров А.Семкин